Всем ультралайт, спасибо вам большое за то, что вы приняли активное участие в вопросе, который был на нашей странице в фейсбук. Вопрос звучал, был ли у вас опыт в ночевке под пирамидой? И это, наверное, был самый большой пост по комментариям на нашей странице. Спасибо вам большое за такое активное участие. По поводу того, что было в комментариях. Основной был посыл такой, что конденсат в пирамиде бьет по спальнику, в ногах и в голове. Особенно, если вы большого роста. Друзья, давайте посмотрим. У меня сейчас есть две пирамиды. Пирамида легковеса, она уже старая, ее уже в таком виде, с таким материалом уже не выпускают. И пирамида наша, Simple Gear, тестовый вариант. По поводу размера, веса, я все вот здесь вот попробую написать. У меня тут немного форс-мажор по поводу пирамид. Так как я взял не те трекинговые палки, поэтому у меня раскладывается только одна трекинговая палка. Я пирамиду легковес поставил на одну трекинговую палку. Хотя у меня есть V-образный соединитель, который позволяет ее поставить на две трекинговые палки. Ну а с этим вообще вышел казус, так как у меня нет ни одной трекинговой палки, которая раскладывается. Но, так как я нахожусь в лесу, поэтому я нашел две здоровенные палки и установил их на эту пирамиду. Еще по поводу пирамиды легковес. Она активно брала участие в двух походах детских на 150 километров один и 152. В этой пирамиде спало и по три человека. Правда, это дети, но все равно 16-13 лет, это уже такие подростки. В этой пирамиде ночевало два здоровенных дядьки. Попробую наглядно показать, сколько же места в этих пирамидах. Я надеюсь, что тут будет видно. Я сейчас камеру поднесу чуть ближе. Вот на таких трекинговых палках я поставил. Но так как не было палок, так что это вариант. В принципе, он рабочий. Друзья, ну как бы тут не было, вы видите, сколько места еще остается. Также в ногах. При любом раскладе, при любом ветре вы не будете доставать. Она вам не будет бить по ногам и по голове. Понятно, что вот это все, оно будет, как бы можно его опустить. Это из-за палок оно такое. Но вы видите разницу, что не будет вам материал бить по голове, даже если вы здесь заночуете вдвоем. И установка просто одна палка по центру. И в принципе будет все нормально. При всех оттяжках, которые на ней есть, спокойно можно здесь ночевать. Если вы хотите более подробно узнать и увидеть, регистрируйтесь на наш легкоходный БАД. А теперь, друзья, давайте попробуем посмотреть, что находится внутри пирамиды легковес. Размеры ее примерно такие, как у китайских пирамид. Эта пирамида считается, что она на двоих человек. В принципе здесь ночевало и трое. Фотку оставлю. При установке этой пирамиды на две трек-палки. Вот так вот с соединителем таким V-образным. Палки тогда идут по материалу. И в общем как бы нормально. Но на одного она как бы вполне нормальна. Попробовать в нее залезть. Конечно, я в нее уже залазил раньше. С моим ростом 1,85 метра. Как бы вы ее не натянули, она все равно спальника чуть-чуть касается. Но я не думаю, что это сильно аж как критично. Но для кого это критично, выбирайте правильные размеры пирамид. Например, Simple Gear. Вы можете ее посмотреть и даже переночевать, если зарегистрируетесь и приедьте на наш легкоходный баттл. Друзья, если у вас был какой-то опыт, пишите об этом в комментариях. Также если есть вопросы, задавайте их в тех же комментариях. Возможно, как часто мне пишут, тема не раскрыта. Но я делаю так, как я это могу делать. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Например, когда был комментарий, было бы классно посмотреть, как дождь, ветер, установка. И на следующий день я пошел это и сделал. Этот ролик, скорее всего, уже вышел. А если не вышел, то скоро выйдет. Я понимаю, что эта тема, скорее всего, многим интересна. Поэтому пишите в комментариях, что вам не хватило. Что бы вы хотели еще услышать. Или что бы мы как-то сделали более какой-то обзор, может, точечный. Пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик. Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook. Регистрируйтесь на Легкоходный батл. И всем ультралайт. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok